Радиоактивные наушники Beats by Dr. Dre и наши кредитки, и возможно кто-то пусть скуп... Майниевны, с вами, всем привет, и сегодня с реакцией на видео с канала Сындук, называется Куда пропали с драйверы? Я вообще в душе не чаю, кто такие с драйверы? Кто это? Давайте посмотрим, узнаем. Смешные видео в интернете. Ага, кто это? Вечерка. В 2009 году компания Вимбельдан выкатила на российский рынок ультрамодную и сверхмолодежную... Ну, рыжий ап, я сшарю за него. К рыжему апу, сразу пятерых маскотов под брендом с драйверы, которые на протяжении всех... А, ну окей, поэтому я про них не шаю, у нас их не было, в Украине их не было, 100%. В 2010-х выпускал йогурты, творожки и прочие сладости, и пытался выводить доверие своей целевой аудитории. Вот то с Украины, напишите, было ли у нас такое, потому что на самом деле от города к городу очень отличалась продукция, может у кого-то и была подобная продукция. На одном довольно неумело и в определенном отрыве от того, чем на самом деле жили тогдашние дети. Выручай! Пусть бегут, не плюжи, пешеходы по лыжам, а вода по асфальту река! Не читай, это позор всего, рутрепа, если честно. Ну, то есть, вот так выйдет самая активная группа в ВК, посвященная с драйвером. С драйвером! Производить продукты специально для юных подростков задача сложная. Это люди, которые уже слишком взрослые для коктейлей от Агуши, но еще слишком маленькие для коктейлей из Кабехи. С драйверы! А давайте наху*****ся! Причины отказа от роживого доподлинно неизвестны, но реднее всего он банально вызывал слишком сильные ассоциации с вредной едой и не находил нужного отклика у родителей. А решение о покупке вкусняшек для своего спиногрыза, как ни крути, принимают именно они. Так что реклама с драйверов выходила сразу в двух форматах. Мультяшные приколы для детворы и ролики для мамочек с Татьяной Лазаревой, докапывающейся до производителя с типа неудобными вопросами. Химичьте, наверное, чтоб детям понравилось. Не, все натурально. Мда? Для пап отдельной рекламы не было. По статистике они слишком часто уходят из семьи. В общем, на целые 10 лет место на нижних полках молочных отделов было плотно зарезервировано под новый маркетинговый эксперимент, который долго не мог нащупать свое позиционирование и в итоге просто по-тихому исчез. Серьезно, как часто вы задумывались, блин, куда же пропались драйверы до того момента, как наткнулись на этот ролик? Сейчас мы приближаемся к той... Блин, кто такие из драйвера? Вот этот вопрос у меня появился. Метки в истории, когда потихоньку начинается массовая ностальгия по 2010-м. Рэйдж фейсы и адвайсы, рэп батлы и свэк, радиоактивные наушники Beats by Dr. Dre. Ой-ёй, эти времена, жесть. И, возможно, кто-то пустит скупую слезу и по с драйверам, которым в процессе их жизнедеятельности на самом деле очень не хватало любви. Вернемся к уютной страничке для юных единомышленников, где боль ощущается в каждой букве. Мы против драйвера, правило. Первое, драйвера. Второе, разговор о том, что с драйвера типа полезные, забаним так, что мало не покажется. Тот, кто это писал, отлично понимал, что с экранов телевизора ему пытаются втюхать какую-то дичь. И тем забавнее смотрятся неимоверные марксневые потуги с драйверов убедить всех, что их продукция на самом деле офигеть какая зожная. Абсолютно натуральный продукт, который нравится детям. Открытые экскурсии на фабрику, промоушен в школах, на городских праздниках и даже в цирке. Доктор, ради бога, съездь с ним в цирк. Может быть в этом и была ошибка, вливать миллионные бюджеты в рассказы о здоровом питании, рассыпающийся при первом взгляде на состав с двойной дочкой. Сахар, фруктоза, если что с фруктозой, то тоже сахар. Пюре клубники, концентрированные загустители, крахмал, пектин, ароматизатор, натуральный клубника, краситель, натуральный цирковый концентрат, бета-каротин, сливки, сахар, загустители, крахмал. В смысле, там сахар два раза? Два раза сахар? Еще и фруктоза. Три раза сахара. Сахар в кубе, ё-моё. Дозы сахара. С драйверы! А давайте впадать в диабетическую кому! Принять новинку было сложно не только детям. Например, в комментариях к профильным СМИ нельзя было найти почти ничего, кроме критики. Плевались и от названия, и от дизайна, и от персонажей. Складывается ощущение, что драйверы не нравились вообще никому. Даже как-то жалко их, что ли? Носорог выглядит, как случайно зачесавшийся 30-летний строитель в компанию 18-летних подростков. 3D-рейверы? Это как? Сколько травы надо? Единственный удавшийся персонаж? Бабочка справа внизу. Так неожиданно и приятно. К счастью, в наши дни дизайн вышел на совершенно другой... Ой, это автор покушает. Это одобряемо. Вот этот автор тоже покушает. Опа, привет! Я тут подъехал к вам, чтобы сказать, что у меня вышла игра в стиме. Ребята, если вы хотели как-то меня поддержать или попробовать мою игру, просто может она вам даже понравится, я был поэтому очень рад, вы можете перейти по ссылке в описании и ее купить. На самом деле, это будет сейчас лучшая поддержка меня. Для меня это очень важно, правда. Это прям новая ветка моей жизни. Поэтому, если вы правда хотите меня поддержать, приходите в стим, покупайте игру, играйте ее, поставляйте отзывы. Вот. А так продолжаем сходить видос. Райан Гостинг в фильме Драйв. В фильме Сдрайв. Сдрайв? В ранних мультярных роликах Сдрайверы представлены как дворовая тусовка, страдающая от безделья. Интересно, а кто живет на Марсе? Запускаем! Утканос Тим, страусиха Эмма, носорог Бучкин, гуру Газ и зебра Же. Сейчас бы их назвали не иначе как Масик, Чечек, Скуф, Альтушка и Краля. Скучающую шпану способна расшевелить только поставка свежего йогурта или творожка. Да, в начале 2010-х пока еще никого не смущала толпа школьников, которая ищет клад под окнами. Нам нужны драйверы, зарядка для ума. Точно! Блин, какие же они крутые, ё-моё. Помимо рекламы на ТВ, персонажи развлекали детвору и в интернете. У них был как свой сайт, так и целый раздел в некогда популярной детской соцсети Твидди, со всякими конкурсами, идеями для творчества, уроками танцев и мини-играми, в которых, например, предлагалось напоить Буча соком. В общем, стандартный и безопасный набор, чтобы занять чем-то ребенка в интернете. А вот этот бестдрайвер прошел. Тут нужно отдать авторам должное, потому что сейчас... Это зума? Это же зума. Зума или как она называлась? Блин, было две игры, которые снизу... Снизу ты ездишь такой штукой, с шариками тоже, так, шарики должен ловить. Или по центру эта штука крутится и тоже должна следить. Но это вроде зума. Рума, зума. Блин, у меня мама любила эту игру играть, хотя я сам тоже любил играть. И в обе версии. Мало кто занимается. Вполне возможно, это было одним из последних мест в сети без брейнрота и детских контент-ферм с беременными персонажами из цифрового цирка. Но насколько эти развлекухи помогали продавать продукцию, вопрос открытый. Драйверы все время дышали в спину Растишки, вожделя намечтая когда-нибудь его догнать и перегнать. Растишка у нас была. Ее было прям очень много. Растишка... Вот, я не знаю, если она сейчас, я как-то не обращаю внимания, но она прям была вот даже до недавнего времени, по крайней мере. Это заметно уморительным... Ну, до военного времени точно было. Снятым как будто бы тайными агентами из Данон. Начальные титры сообщают, что ролик был получен в ходе работы службы безопасности, и в нем анонимный руководитель компании Нон презентует секретный отчет о новом продукте конкурентов, вызывающем настоящую панику псевдоданона. Гениальные разработки под кодовым названием «Сдрайверы», которая должна перевернуть рынок детского питания. Давайте попытаемся восстановить историю разработки и выхода на рынок детского бренда «Сдрайверы». Задумка веселая, но фильм довольно странненький. В нем чувствуется некое отчаяние, особенно когда ВБДшный мерчендайзер буквально умоляет владельца супермаркета закупить продукцию с драйверов и разместить ее на одной полке с растишкой. Ты предлагаешь нераскрученный товар? Он вам много денег принесет. А почему ты хочешь, чтобы я его поставил рядом с растишкой? Вы же конкуренты. Да, но мы в одной продуктовой категории. Будет место, мы туда и поставим. Да и речь от топ-менеджера Вимбельдана смотрится немного дискредитирующей, потому что чел плохо говорит по-русски и его слова банально сложно разобрать. «Приготовить такой уникальный продукт для российских и тоже продукт, идеальный для детей». «Честно говоря, ничего не понял». Туда же вставили и фейковые съемки скрытой камеры в школе, что добавляет ролику определенную долю криповых вайбов. «Кто вам разрешил снимать? Вы откуда?» «Какая германика, режиссер». Забавно наблюдать, как драйверы в первые годы своего существования активно заявляли о том, что они во мне Агуша, хоть и варятся на одном и том же заводе. «Интересно, что мы не нашли ни одного магазина, где драйверы стояли бы рядом с Агушей». Даже в этом фильмачке, когда в кадре появляется фирменный холодильник Агуши, парень из ВБД заверяет ни в коем случае не размещать драйверов рядом с этой продукцией. Иначе, яхазы, все Агуши превратятся в гремлинов или типа того. «Мы исследуем предпочтение потребителей и составляем на их основе планограммы». «Прикол в том, что уже в 2013 году драйверы все же приняли свое родство с пресловутой Агушей и даже стали всячески козырять с тем фактом в рекламе в попытках зацепить мамочек хотя бы таким способом. «Бабушка по привычке дает мне Агушу, но мама понимает, что мне не нравится. Бабушка!» «Возможно, это как-то связано с тем, что за...» «Ее, пупы!» «Два года до этого Вимбельдан оказался поглощен корпорацией Пепсико, которая, вероятно, уже не позволяла просто взять и усыпить прихрамывающих с драйверов, как это ранее было сделано с рыжим апом». «Кажется, мы ее потеряли». «После стольких вливаний в раскрутку их было, скорее всего, просто жалко выкидывать на задворки истории. Но на Агушеном горбу выехать снова не получилось». «В 2015 году...» «Вообще, все шло против них, этих с драйверов. Ну, дизайн сейчас упора-то какой-то не очень. Вообще, дизайн отстой». «Искусственное поддержание жизни с драйверов было доверено еще одному классическому бренду Вимбельдана – «Йогуртом Чудо». «В качестве их спин-оффа была запущена линейка «Чудо-детки» в фиолетовом дизайне, как будто бы мимикрирующим подмилку, только с зеброй и другими с драйверскими мультяшками вместо коровы. «Вообще, на упаковках «Чудо» в конце 90-х недолгое время красовался никто иной, как неопознанный зверек с логотипа Вимбельдан собственной персоной. Почему ВВД так легко отказались и от него, и от рыжего апа, но при этом на протяжении 10 лет как могли вытягивали изначально провальных персонажей с драйверов, для меня загадка. «Веселье, веселье, я против этого». «Новая реклама с «Чудо-детками» впервые представила заклятого врага с драйверов. И речь не о растишке. Это был персонаж по имени Печалька, который по...» «Капец, Печалька». Ужас. Ему так печально, он еще его... «Вгонял депрессию». «Блокировал Ютуб». «Печалька». «Разумеется, избавиться от печальки помогали только фирменные молочные продукты». «Но теперь у нас нет даже такой замены Ютубу». «Ну вот, и чем теперь заняться?» «В 2018-м «Чудо-деток» переоснов...» «Ой-ой-ой-ой-ой-ой, стало еще хуже». «Пуслили в 3D-графе». «Ну, вот это еще не так уже плохо, хотя в 2D-шне лучше». «Телили еще и на бутылках с акваминерали». «Тогда же из команды с драйвером...» «Ну, блин, зебра, какая же она ужасная». «Если остальные еще, ну...» «Ну, ладно». «Ну, зебра, шо с тобой?» «Пропал носорог. Первый, кто пал смертью храбрых. Видимо, его нельзя было назвать ни деткой, ни чудом». «А давайте носорога». «Давайте!» «С драйверы переехали с веб-сайта в отдельное приложение с новорочной расширенной реальностью, а в рекламных роликах все чаще начали фигурировать человеческие дети в амплуа видеоблогеров. Потому что сами драйверы с этой ролью не то чтобы справлялись. «Знаешь, что я делаю? Снимаю свой видеоблог. Это очень круто». «Как ты делаешь, fellow kids?» «Что?» «Они вообще ни с какой ролью не справлялись, если уж говорить начистоту. Весь свой жизненный цикл они пытались оспорить написанное в заголовке группы хейтеров, но ее юный создатель в 2009 году как в воду глядел. Устами младенца глаголит истина. Все пришло к тому, что с драйвера в конце концов исчезли даже с упаковок чудо-деток, уступив место сначала популярным детским блогерам, что опять не сработало. «Что круче? Вкус лайка или вкус каникул?» «Участвуй в видеоблогера». «Потом Миккин». «Шпиннеры Бравл Старм!» «Маусу». «Скибли туалеты!» «Предвежит мне!» «Затем Барбоскиным, что опять не сработало. И все». «Можешь смело наградить себя вкусным питьевым йогуртом с клубникой и малиной». «Сейчас чудо-деток уже нет вообще ни в каком виде, а паст-драйверам, наверное, даже никто не ностальгирует. Растишка победил. Хотя от того самого зеленого динозаврика на упаковках вы сегодня тоже не увидите, но это уже отдельная история». «Лакомство с молочной начинкой и молочное лакомство в глазури. Надо решить, какое вкуснее». «Я лишь предлагаю узнать правду больше ничего». «Спасибо за просмотр». «Я не знал о драйверах, но, естественно, дизайн ужасный был, поэтому, наверное, не зашло. Хотя, черт его знает, не угадаешь в этом бизнесе вашем». «Ребята, ссылочка на региональное описание. Приходите, подписывайтесь на канал «Свиндук». Подписывайтесь на мой канал. Мне было очень приятно. Всем счастья, здоровья, дача, свою придачу. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова